Всем привет! Наконец-то выходные и сегодня мы будем готовить блюдо под названием чучвара. В разных кухнях его называют по-разному. Ктушбара, чучвара, дюшбара. На самом деле это блюдо среднеазиатской и кавказской кухонь. Выглядит в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из мяса. По сути аналог наших русских пельменей, но только с бульоном с овощами и томатной пастой. На самом деле очень вкусное и насыщенное и аппетитное блюдо. А самое главное, готовятся быстро, как простые пельмени. Давайте посмотрим ингредиенты. Это фарш. Фарш у нас из говядины и свиного сала 1 кг. 4 луковицы нам понадобится. 1 крупная морковка. 2 столовые ложки томатной пасты. Соль, перец, паприка. 2 яйца. 250 грамм муки для теста. Ну и тут на самом деле много. Тут на досыпку еще. Так, растительное масло нам нужно. Соль, разведенная в теплой воде. Так, 70 миллилитров у меня получилась воды здесь. Так, ну и соли здесь... Так, треть чайной ложки положил, да. Треть чайной ложки. Ну и для красоты зелень, лук. Там в конце добавим. Так, ну что, первым делом мы замесим тесто. Так, засыпаем в миску муку. Примерно 10 столовых ложек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Делаем углубление. И разбиваем туда два яйца. Начинаем замешивать тесто. Так, когда яйца более-менее разошлись, заливаем туда воду. Воду будем мы потихоньку добавлять, чтобы не ошибиться. И замешиваем дальше, перемешиваем это все. Так, ну вот, у нас уже получилось вот такое неприятное тесто. Прилипающее к рукам. Теперь будем доводить его до ума. Добавлением потихонечку муки. С первого раза тесто никогда не получается, конечно же. Как надо. Поэтому будем потихонечку добавлять. Так, друзья, муки оказалось мало. Я досыпал тесто всю муку, которая у меня была в тарелке. Сейчас я добавлю еще. И теперь будем домешивать тесто уже на столе. Так. Оно получилось липкое пока что еще. Насыпаем муку на стол и дальше замешиваем. Ну вот, тесто у нас начинает замешиваться. Теперь пора добавить немного масла и месить его дальше. Так, масло мы добавим немножечко, где-то столовую ложку. Ну и все. И замесим его дальше. Так. Ну вот, наше тесто готово. Получилось оно достаточно эластичное. Теперь заматываем его в пленку и оставляем отдохнуть минут на 20. А пока займемся фаршем. Вообще, в чучваре фарши не используют свинину. Они туда добавляют фурдюшный жир. Но у меня такового не оказалось, поэтому я перекрутил туда просто свиное сало. Теперь трем туда лук, потому что лук я не ложил изначально, когда перекручивал. Трем лук на терке, на грубой. И будем все это перемешивать. В общем, лук мы пошоркали. Теперь перемешаем это все хорошо. Ну, по-моему, вполне. Так, теперь добавим сюда перца, соли и паприки. Так. Перца добавим примерно. Ну-ка, опять же, по вкусу, кому как нравится. Так, а где перец-то? А перец-то закончился. Ну и ладно, в этот раз будет меньше перца. Так, паприка. И соль. Так, пропорции вы примерно видели, какие. И дальше замешиваем все. Так, фарш мы замесили. И оставляем его теперь отдохнуть, пока займемся тестом. Так, наше тесто уже отдохнуло. Достаем его. Пленку не убираем, потому что оставшуюся мы замотаем, чтобы не сохло. Отрезаем от него небольшой кусочек. Я треть отрежу. Оставшуюся убираем пленку, чтобы он не сохло. Так, и раскатываем наше тесто в блин. Желательно раскатать его... Так, надо муки подсыпать. Желательно его раскатать более-менее квадратной формы, чтобы когда мы будем резать квадратики, чтобы много лишнего теста не оказалось. Ну все, раскатываем его. Получился у меня вот такой вот блин, совсем не квадратный. Ну ничего страшного. Теперь мы его режем на квадратики. Лишь не мы убираем, замесим снова. Так. Получится примерно вот такие вот квадратики. Сильно большой блин раскатывать не надо, потому что тесто будет сохнуть, будем лепить, оно будет сохнуть. Лучше потом раскатать еще один блин. Сейчас немножко, потом еще немножко. В общем, получили мы вот такой вот результат. Теперь берем наш фарш. Берем наш фарш. Эх, вилку я не взял. Ну ладно. И ложим сюда кусочки фарша. Небольшие. Так, посмотрим, как получится. Наверное, многовато сюда положим. Залепливаем их уголками. Ну и я всегда много вложу. Они у меня получаются пузатые. Ну не знаю, так старички сложилось, что я не могу ложить меньше. Мне нравится когда пельмени пузатые. Вот. Залепливаем. Вот такой вот немаленький пельмешек у нас получился так. Муки много получилось. Хорошенько залепливаем его. Должны получиться вот такие вот пельмешки. Продолжаем. Вот такие получились чучварята. Тут уже мошки летают. В очередной раз я убеждаюсь, что просто лепить их не умею. Лучше бы я слепил обычные пельмени. Они получаются красивыми и нормальными. Из этих треугольников у меня толком ничего не получается. Вот такие вот уродцы маленькие. Ну чего страшно. Так, затапливаем печь. Печь у нас уже разгорелась. Ставим главного героя на. Опа, горячий такой. Так, и заливаем масло. Масло льем немного. Только чтобы обжарить лук и морковку. Так, и ждем, когда масло у нас накалится. Вот этого вполне будет достаточно, чтобы суш наш не был сильно жирным. Так, ждем, когда раскалится масло. Ну вот, масло у нас накалилось. Теперь мы закладываем лук обжариваться. Так, лук я порезал вот так меленько. Меленько. Закладываем лук. И обжариваем его до прозрачности. Далее будем закладывать морковку. Ну вот, лук у нас обжарился, полупрозрачный стал. Кстати, я вам не сказал. Огонь на максимум сразу. Чтобы это все быстро, хорошо обжарилось. Теперь закладываем морковку. Морковку я потер на крупной терке. Чтобы она быстренько обжарилась. И так как у нас блюдо готовится быстро, чтобы не было крупных морковин, чтобы бульон был хорошим. Поэтому меленько. И обжариваем морковку. Лук с морковкой у нас обжарились. Теперь добавляем 2 столовые ложки томатной пасты. И буквально минутка, полминутки обжариваем с ней. Все, прошло полминутки прошло. Уже все готово у нас. Теперь заливаем воду аккуратненько. Достаточно для того, чтобы они сварились. Так, ну теперь немножечко поварим бульон. Я думаю, минут 5 хватит. И будем закладывать фермерку. Так, я посмотрел, что варят у нас. Многовато получилось. Поэтому я все-таки еще воды долью. Все быстро, потому что огонь сильный. Все быстро обжаривается. Вот, примерно вот такое количество получилось. Сейчас немножечко еще подвыпарится. Закрывать я его не буду. Казан. Минут 5 поварится. И будем закладывать. Пошла минута. Теперь пора посолить. Так, соли мы положим примерно... Теперь вот такое количество. Объем большой. Как вы видели, воды я еще добавлял, потому что в этот раз больше делаю. Поэтому я добавлю еще ложку томатной пасты, чтобы было понасыщенней. Бульона получилось много в этот раз. Так, ну и пробовать надо будет. Так. Таматная паста чувствуется, что это хорошо. Еще соли немного Соли маловато Прошло 5 минут Пора попробовать на соль Наш бульончик Бульончик отличный Так, пора закладывать Чуть варят Название-то какое Так, ну все, поехали На свежем воздухе они сохнут быстро Поэтому их можно складывать Друг на друга даже Так, следующая порция Скоро будет Сейчас сварятся, будем кушать Сейчас заложим Сына уже хочет кушать Так, все это аккуратненько перемешиваем Ну не перемешиваем, а разболтаем Чтобы они не слиплись там Так, ждем закипания В принципе оно сейчас уже настанет И варим минут 8 Они не замораживались Потому что свеженькие Поэтому минут 8 надо будет достаточно Все, закрываем крышкой И ждем Так, ну что Наши пельмешки варятся уже Хороших 5 минут Теперь закидываем зелень Можно было зелень закинуть в самом конце Для красоты Конечно, это было бы эффектно, красиво И все остальное Но Я считаю, что Сам бульончик с пельмешками Должны немножечко насытиться Ароматом зелени Это будет еще вкуснее Поэтому сейчас Засыпаем зелень Ну и оставляем на 3 минутки еще Пельмешки как раз уже успеют приготовиться Чучуарята Наверное не пельмешки Это Чучуарята И будем пробовать Накладывать Так, ну что Наши чучуарята готовы Пора накладывать и пробовать Что у нас получилось Накладываем с бульончиком Бульончик получился хорошим Наваристым даже успел стать Так, и смотрим Ну что, наконец-то наша чучуара готова И в тарелке Будем пробовать Что с бульоном Бульон вроде получился наваристым Бульон хорошенький Наваристый получился ароматный Так, пробуем пельмени Что с нашими пельмешками Пельмени пропитались Бульоном Очень вкусное блюдо на самом деле Ну что, кому понравилось Подписывайтесь Жмите палец вверх Поддерживайте канал Будем готовить еще много Развитимых вкусных блюд В Казани На мангале И в коптильне будем делать Все, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok